1 сентября начался очередной или для кого-то первый учебный год, и в этом видео я хочу показать, как может выглядеть образование, если отойти от привычных его форм, когда мы сидим по 40-45 минут за партами друг за дружкой, получаем пятерки или двойки в виде оценок наших знаний, после этого идем домой, делаем неинтересные, скучные нам уроки, и с завтрашнего дня начинается очередной день сурка. На базе Дукли Академии, которой уже больше 10 лет, была создана новая школа, я попросил директора ее Надежду Мельфарб рассказать, чем она отличается от обычной школы, которая была до этого, хотя обычная тоже сложно назвать, как выглядит обычный день ученика начальных классов и ученика средних классов, сколько стоит обучение, если у вас есть дети и вы живете в Черногории, посмотрите это видео вместе, мне интересно, мнение детей, а если нет, в других городах или странах, то напишите, хотели бы увидеть такую школу у себя в городе. Могу сказать, что да, мы 10 лет уже больше, даже 10 лет делаем школу в Черногории, но то, что мы делаем сейчас, это по-настоящему по-другому. Изменился сам подход, то есть первое это открытость. Сейчас мы делаем и в начальной школе, и в средней, там старшей школе программу, куда мы приглашаем всех. Это проектная программа, если сухой и, так скажем, очень понятной, я не буду говорить слова там хаб, коленинг-центр, да, там, давайте не будем еще больше новых слов переплетать, но, в общем-то, слово проект всем знакомо. Мы его делаем в начальной школе, исходя из природы, которая нас окружает, то есть каждый понедельник мы идем в поход, который может быть настроен на биологическую тему, историческую, литературную тему. А потом всю неделю из него выращиваем проекты. А в средней и старшей школе проекты мы выращиваем из внутреннего огня самих детей на основе лаборатории будущего. То есть вот эта часть, она совершенно новая и совершенно другая. Мы прямо в нее идем двумя ногами полностью, да, и в нее мы приглашаем всех. В какой бы школе вы ни учились, черногорской, русской, онлайн, британской, IB, какой угодно, вы всегда после обеда в начальной школе, это с часу дня, и в средней школе вообще целый день вы можете подключаться к этому, да. Ну, в Финляндии, например, это библиотека, да, которая приглашает всех взрослых детей. У нас это вот наша Дукли Академия, которая здесь приглашает вас, чтобы создавать реальное образование вместе через ваш интерес. То есть вот это основное. И второе, чтобы снять напряжение в основном у родителей, про то, какая же бумажка и с чем же мы закончим, в этом году мы предлагаем любую бумажку. Ну, мы проработали две бумажки, я бы сказала так. На сегодня мы имеем российскую бумажку, про которую мы знаем все, и британскую бумажку, для которой мы пригласили в соавторство, так соединились с прекрасным педагогом Седа Кизельдак, и она полностью взяла на себя британское образование, и оно будет смешанным, соответственно, используя онлайн-ресурсы и реальных учителей британцев, которые здесь есть у нас в Черногории, дипломированные педагоги, мы делаем вот эту программу. Но, наверное, лучше спрашивать у Седы, поскольку это ее епархия. Именно поэтому мне очень нравится, мы каждый отвечаем за то, что мы знаем. Поэтому приходите, возможно, все. У нас, например, есть мама, которая сама сейчас делает славянскую программу, и вот вчера поступил у нас запрос на немецкую программу. Поэтому мы говорим, смотрите, мы есть, приходите. Если вы готовы сработать как образовательный менеджер и настроить программу для своего ребенка, которой у нас еще нету, тоже добро пожаловать. Вот эта вот открытость и неконкурентность мне... Вы знаете, я очень устала конкурировать, очень устала слышать что-то вот про это все. Поэтому я говорю, я рада всем. Каждый может найти здесь то, что ему нужно, на самом деле нужно. Это стоит 100 евро в месяц, то есть, получается, мы все скидываемся, можно сказать, этими 100 еврами. 3 евро в день, да. Если кто-то себе не может позволить эту сумму, опять-таки, вы тоже приходите, это объясняете, и каким-то другим, и готовите нам пироги, условно говоря, да, то есть, ну, чтобы у нас был соблюден баланс. Полностью, вот, например, начальная школа, она стоит 500 евро, и туда входят и подготовка к диплому, и преподаватели-предметники, и все вот эти вот походы, и вся вот эта красота, она туда входит. То есть, отдельно в начальной школе отдельно нельзя взять только диплом, но можно взять отдельно только проекты, потому что, когда вы идете на диплом, у нас половина вшита в проекты. То есть, когда мы расходимся на дипломную часть, у нас там русский, ну, по российской программе, у нас русский математика, развитие речи, а все остальное, окружающий мир и так далее, там, технология, она вся зашита в проектах. Поэтому, чтобы нам, и все-таки начальная школа, это такой ответственный момент, когда мы создаем команду, когда мы вырабатываем свой культурный код, это очень важно. Поэтому, либо это целостно, да, как бы полностью программа, где есть и дипломная часть, и проекты, или это только целостно проекты. А вот уже, начиная с шестого класса, когда ребята готовы, мозг уже сформирован с 12 лет, проводить и аналитическую работу, и все, вот у нас уже готов наш вот этот вот аппарат, чтобы делать то, что называется self-organized learning, да, самонаправленное обучение. И уже с ними, там мы можем отдельно давать программу, там мы уже можем дробить, отдельно давать проекты, отдельно программу, и там уже начинается и воспитание ответственности в этом плане, да, то есть, если ты взял на себя это, ты понимаешь, зачем, почему, это уже взрослые люди. Аттестация по российской программе проходит всегда здесь. Нам достаточно прислать те оценки, которые мы ставим в Москву, и все. Никто уже сюда не приезжает, мы уже ушли от этого всего. То есть, сейчас у нас хороший партнер школы пенаты в Москве, которая нас давно ведет, знает и доверяет, поэтому во всех классах нас просто переводят из класса в класс на основании того репорта, который дают наши учителя. А вот в девятом классе на ОГЭ и в одиннадцатом классе на ЕГЭ нужно приезжать в школу в Москву и сдавать все. То есть, если вы находитесь на российской программе. Но опять-таки, сейчас за два года кто-то уже ушел много на онлайн-платформы, кто-то сидит на Фоксфорде, кто-то сидит там, есть российская электронная школа, инфоурок и так далее. То есть, пожалуйста, вы можете оставаться и там, но приходить для реального общения и реального обучения, приходить сюда. Нет никакого противоречия. То есть, это как раз такой момент, что лучше всего, даже если вы посмотрели меня сейчас, и у вас как-то сложилось впечатление, все равно придите, задайте свой конкретный вопрос, свой запрос сформулируйте, и мы под вас это построим. И здесь нет никакого противоречия, что вы где-то учитесь, на каком-то языке, уже определились и так далее. Отлично, давайте расцветим то, что у вас и так уже есть. В начальной школе с 9 до 10 вы обязательно выбираете какую-то спортивную активность. Вот у нас есть тренер Марко по футболу, у нас есть Ивана Плавчиха из местного бассейна, вообще чемпионка. У нас есть вам предложить Магду и школу Яханье и верховой езды. Это все аутсорс, это не наша епархия. Мы просто вас опять-таки соединяем с классными ребятами, которые делают классные проекты. Мы говорим, пожалуйста, давайте ваш день начнется с активности. Вот вы проснулись, вот вы это сделали. Если вы подобрали уже свою активность, которой нет в нашем перечне, пожалуйста, оставайтесь там, нет никакого противоречия. Главное, чтобы ребенок с утра наполнился энергией. Иначе мы что же, только будем головоногов развивать, то есть здесь у нас все, а здесь у нас что-то такое хиленькое. Потом в 10 часов они приезжают сюда, у них завтрак. И в 10.30 начало занятий по программе. В это время кто-то в Черногорской своей школе учится, вот кто-то у нас, кто-то еще где-то. Потом обед в час, и после часа начинаются проекты. Проекты длятся в среднем 2-3 часа. В понедельник у нас день не рабочий, но, так скажем, день вне стен школы. То есть каждый понедельник мы идем на какую-то образовательную экскурсию. И вот эти образовательные вылазки, это не просто так, мы пошли погуляли. Они все подготовленные. Мне очень нравится, конечно, когда есть какой-то акцент. Кто-то делает на физическое развитие, кто-то на преодоление трудностей. А мы делаем акцент на то, что в каждом нашем путешествии, ну, ровно как и в жизни, которое тоже путешествие, мы можем найти вот эту вероятностную педагогику. Соответственно, если сегодня экскурсия подготовлена биологом, то у нас здесь где-то мы найдем гадюку, скажем вам честно, она будет, конечно, припрятана. Если мы идем с историком, то, конечно, мы пройдем по каким-нибудь венецианским улицам и к этому вернемся. Если мы идем там с экологом, то мы пойдем вдоль реки и так далее. То есть понятно, что это все очень подготовленные профессиональные вещи. Это не то, что мы просто пошли погулять, занять время. Мы пошли туда, чтобы развить какую-то мысль. И вот эту мысль мы ее, как взрослые, как учителя, мы ее в каждое путешествие закладываем. Вот так выглядит неделя в начальной школе. То есть совсем не рутинно. А неделя в средней и старшей школе выглядит как настоящий каворкинг. Когда ты приходишь, у тебя есть свой маршрутный лист. С 12 лет мы с тобой вместе его разрабатываем. Согласно не только твоим школьным штукам, которые ты вынул из программы, но и еще согласно твоим представлениям о том, в каком мире ты хочешь жить через 10-15 лет и какие компетенции, знания тебе нужно развивать уже сейчас. И вот на основе этого у нас есть большая карта. Это такой трек твоего развития. Он поделен. Год поделен на месяца, поделен на недели, поделен на день. И ты понимаешь, что сейчас у меня онлайн-встреча, сейчас у меня очный преподаватель, сейчас у меня командная работа. И здесь происходит то, что мне больше всего нравится. Вот это вот такое жужжание, когда мы вместе разошлись, когда у нас общий... Вы видели, что много open space. Это как раз такая просто идея была разрушить стены. И для педагогов тоже. Это не очень комфортно на самом деле, особенно для педагогов. И сделать открытое пространство, где мы можем быть и вместе, можем разойтись на свои индивидуальные штуки. Поэтому у нас нет ощущения, что я, например, один в классе или там нас три. Мы объединяемся по интересам. Мы не делимся по возрастам, потому что нам кто-то так сказал. Вот. И среднюю школу я бы охарактеризовала... Вот основной момент. Это твой личный маршрут, у каждого он. Это то, что называется смешанное обучение, blended learning, когда мы соединяем онлайн, офлайн. Есть очные преподаватели. Кстати говоря, у нас есть все очные преподаватели. Но это же неинтересно. Как ты научишься учиться, если ты никогда не брал ответственность за свой путь, хотя бы за короткий его промежуток, на себя? Как ты научишься учиться, если всегда есть тот, который тебе говорит, что, когда, как, в каком объеме. И вообще догадайся ответ, которым ты должен меня удовлетворить. Вот. Поэтому, да, это что-то такое новое, не совсем как будто бы понятное. Но я всем говорю, вы попробуйте. Вернуться в старое, вот в эту рутинную, 45-минутную, классно-урочную, смотря друг другу в затылок. Вы всегда сможете. В общем, долгая история, можно много про это говорить. Я предлагаю не говорить, а делать. Предлагаю прийти, попробовать. Попробуйте бесплатно. Захотите, понравится, оставайтесь. Не захотите, идите в старую, привычную вам историю. Но в любом случае, в конце 11-го класса, 12-го класса, там, в конце ваших A-levels или чего угодно, у вас все равно станет вопрос, а что ты хочешь сам? Как ты себе сам представляешь свое будущее? А что ты уже сумел сделать? И даже если потом мама вас отведет в ручку, за ручку в какой-нибудь университет, потом все равно закончится 5 лет, и все равно вам жизнь опять поставит тот же самый вопрос. А что ты хочешь? А вот что ты в себе за это время развил? Поэтому я вам предлагаю не ждать того момента, когда уже времени мало, а прийти, когда у вас еще есть воздух, есть вот этот вот простор, когда вы можете узнать себя. На этом все. Если вам понравился такой формат обучения, поставьте лайк, напишите комментарий. Может быть, если вы захотите принять участие в обучении как ученик, или как педагог, или как еще кто-то, напишите надежде, контакты я оставлю в описании. В общем, ждем от вас обратной связи.